Инна Алексеевна Чубанова Кто погиб, а кто нет, сложно. Мама девочки не поверила, пошла искать. Домой возвращались в конце сентября. Блокада уже начиналась. Добираться пришлось лесами. Второй раз эвакуация на барже, через Ладогу. Попал снаряд, подтащили к берегу. Так и остались в блокадном Ленинграде. Мама у нас была очень дисциплинированный человек. И благодаря ей мы, собственно, выжили. Потому что три раза в день мы получали горячую еду. Вот уж какая она там была, это другой вопрос. Но на буржуйке она готовила, вставала в пять утра, готовила, наливала в термосы. Утром нас кормила, на обед ставила будильник. И мне говорила, ты за старшую осталась. Мне было пять лет. Бабушку и Надю, сестру ей три года было. Покормишь? Роза Матвеевна Ксенофонтова осталась под Ленинградом с маленькой сестренкой и мамой. Маленькая Роза всегда держала при себе узелок с белыми сухариками для сестры. Вспоминает, при бомбежках валенки забывала надевать, а сухарики всегда были при ней. Эвакуировались по Ладоге. Март, полынья, много воды. Над головой мессеры. Мама с младенцем сидела в кабине, а я сидела наверху. И я от страха как рот открыла на одном берегу и закрыла только на другом. Было очень страшно. Но мне перед этим мама сказала, если Ладогу переедем, останемся живы. Остались живы. Эвакуировались в Ярославскую область. Так и по сей день. У Розы Матвеевны есть сухарики. Хлеб никогда не выбрасывает. Это просто война. Это просто разлука. Это просто беда. Что на землю пришла. Вспомнить те холодные военные годы и вновь порадоваться победе, так же, как и Роза Матвеевна, смогли 70 человек. Это почетные гости выставки, дети войны и жители блокадного Ленинграда. На выставке представлены 25 работ юных художников. Среди них работа Анастасии Сантурян, Е-15. На картине сумка с медикаментами будто оставлена всего на минуту санитаркой, которая только на миг отвлеклась, чтобы услышать пение птиц, которые так напоминают о мирной жизни. Когда ты начинаешь картину, тебе надо понимать, что надо рисовать. И так же я перед этим тоже читала книжки про военные действия. Выставка проходит в Кривеческом музее уже в шестой раз. В этот раз, с одной стороны, это музейные экспонаты военных лет, историческая правда через фотографии и документы, а с другой – картины детей. Дети, которые выросли в мирное время, более того, их родители уже выросли в мирное время, и даже, можно сказать, у многих бабушки и дедушки выросли в мирное время. То есть это уже третье поколение людей, которые не знают, что такое война. Они читали книги, они смотрели картины, они смотрели фильмы, и это их личные переживания. Выставка будет работать до 13 февраля. Юные художники вдохновились рассказами блокадников Ленинграда и уже готовы приступить к новым работам. Ведь впереди 75-летие Победы. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.